Чаще всего те, кто попадает в онкологический диспансер, опускают руки, а врачи настаивают с болезнью, надо бороться. И если она не совсем запущена, есть шанс ее победить. Вот на этом столе не так давно оперировали Любовь Барбашину. Теперь она улыбается, хирург-онколог Дмитрий Киртбай подарил ей вторую жизнь. У меня была онкология, как бы, приговор, конечно, плакала все, когда узнала все. Потом пришла, тут видели Дмитрия Валиковича, он такой у нас очень позитивный доктор. Он как-то сразу сказал, не переживайте, все будет хорошо, и грудь будет, все будет так, как было, только все почистим, все излечем, в общем, вылечим. И как-то я ему поверила. Поверила и не ошиблась. Рак молочной железы по распространению на втором месте в Сочи, но медицина не стоит на месте. Когда мы можем предложить нашим пациентам, особенно молодым пациентам, когда речь идет о красоте, когда речь идет о качестве жизни, то сегодня мы можем предложить много различных вариантов. Для каждого пациента мы подбираем оптимальный. Это одномоментно провести и радикальную операцию, и при этом за одно вмешательство хирургическое восстановить эстетическое состояние молочной железы. Это касается иного образования на гортане, их удаляют и устанавливают голосовой протез. Глава города, посетивший онкодиспансер, остался доволен оснащением больницы. Здесь новейшее медицинское оборудование. Ему показали кабинет планирования лучевой терапии и блок гамма-аппаратов. А при общении с больными Анатолий Пахомов встретил Елена Ивановна Питкевич, который активно работает в городе с инвалидами. А уже на встрече с медперсоналом глава города просит чаще рассказывать сочинцам о возможностях онкодиспансера, где трудятся врачи, которых удается буквально переманивать из других клиник России. 173 медицинских работников, 7 докторов, кандидаты медицинских наук. 70% врачей имеют высшую первую категорию. 15 человек сейчас являются аспирантами, которые готовят свои кандидатские диссертации. То есть коллектив молодой, но это сочетание и молодости, и опыта. И друг за другом они тянутся, и я думаю, что перспектива у нашего учреждения очень даже неплохая. А город, в свою очередь, готов предоставлять жилье, и на сегодня врачам выдано 165 ключей от квартир. Все для того, чтобы они спасали жизни сочинцев. В первую очередь, это уже в следующем году в Лазаревском районе 50 квартир мы будем иметь для бюджетников. Ну и вот на Вишневой достроим дом, где будет 120 квартир тоже для бюджетников. Конечно, мы должны создавать приоритет для того, чтобы именно нас выбирали лучшие врачи нашей страны. То, что в Сочи есть онкодиспансеры, это уже большой плюс. Во многих городах таких больниц нет, а теперь еще и с обновленным оборудованием и профессиональным коллективом. На учете сейчас стоит 16 тысяч человек. Ежедневно поликлиника диспансера принимают до 200 больных. И вновь врачи напоминают об активном солнце, от которого лучше прятаться, поскольку на первом месте в Сочи по онкозаболеваниям рак кожи. Причинами других болезней чаще становятся неправильное питание, экология и стрессы. Елена Авсицына, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.